МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодняшний гость Игорь Дадон, председатель партии социалистов Республики Молдова. Добрый вечер, Игорь Николаевич. Давно не виделись. Пару месяцев точно. Ну, конечно, вы наблюдали за ситуацией в стране и давали комментарии. Я так воздерживался от комментариев последних месяцев. Если вы заметили, меня уже спрашивает народ, куда я пропал, почему нет. Там, пришедите ли, Распунди, то, что у нас были раньше передачи и так далее. Я посчитал, что пусть новая власть покажет себя в работе. Не просто в комментариях по фейсбуку, как было до июня этого года. Сейчас у них есть все полномочия, пусть показывают. Поэтому это одна из передач у вас. Да, первая, пожалуй, такая вот большая. По передаче, то, что я делал эфиры каждую пятницу, мы сейчас думаем. Ну, я думаю, что примем решение попозже. Я сказал, что в сентябре, потому что мы тут не спрашивали. Посмотрим в октябре, в ноябре, может быть, раз в месяц, раз в две недели. Раз в неделю, наверное, не стоит. Но такой формат общения он оправдал себя. Скорее всего, мы продолжим, но в другом немножко ракурсе, с другим названием и с другой периодически. Ну да, вы заинтриговали. Это хороший анонс сейчас у вас получился. Давайте вернемся к нашей программе. И мой первый вопрос, возможно, вас даже несколько удивит. И тем не менее, вы давно делали покупки? Сейчас скажу точно. Когда я был в магазин, на днях был с младшим сыном. В субботу меня супруга отправила в магазин, Линелла. Но сейчас сделал рекламу. Рекламу, да. Они вам должны заплатить за рекламу. Рядом на Буйканах. Кстати, мы живем напротив, через улицу с Майя Сандо на Буйканах. Выходите в разные магазины? Я ее в магазине встречал. И был в магазине, да. Да, вот тогда вы не могли не обратить внимания на рост цен, практически на все. И это самый популярный вопрос, который сегодня задают наши телезрители. У вас есть комментарии? Ну, я об этом говорил и раньше, что когда правительство, власть не готово или не знает, как заняться экономикой, вот возникают такие ситуации. У нас был опыт на разных этапах. И в 2007-2008, когда мы в правительстве создали под моим руководством в качестве вице-премьера, а греча она была премьер-министром, мы создали группу, которая раз в неделю детально рассматривала цену, динамику на каждый товар. И мы принимали жесткие решения, административные решения, если видели, что идет спекуляция и искусственное повышение цен. Поэтому я советую нынешнему правительству, наверняка госпожа премьер-министр знает, помнит это, она тогда была в моем подчинении в 2007-2008 в Министерстве экономики, и помнит, что мы проводили такие заседания. Нужно создать механизм, можно взять тот опыт, наш опыт, он эффективный для того, чтобы следить за ценами. Я считаю, что государство, правительство должно взять контроль над ценами, как минимум на самые такие социальные товары, но этим нужно заниматься, и нужно заниматься профессионально, и цены можно регулировать, если правильно и профессионально к этому подходить. Ну вот смотрите, вчера новость пришла о повышении в Бельцах на два сорта хлеба почти на 6%. Вот меня волнует такая постановка вопроса, это как-то вот там что-то, да, вот в Бельцах получается это повышение на их хлебокомбинате, либо это все-таки тенденция, и тогда люди задаются вопросом, это волнует людей, они беспокоятся, надолго ли, и как это будет происходить? Ну, ситуация странная, объясню почему. Я анализировал урожайность пшеницы, сколько мы собирали в Молдове за последние, ну я взял 20 лет, там с 2000 года по 2021. Ого, серьезно? Я вчера, когда увидел эти новости о повышении цен на хлеб, я взял и посмотрел, слушайте, а что у нас, может быть дефицит зерна? Так вот, в этом году мы собрали полтора миллиона тонн пшеницы, ну для простого гражданин непонятно, что такое, полтора миллиона, два миллиона, три миллиона, но за последние 20 лет это самый высокий урожай пшеницы в Республике Молдова. Вот для сравнения, в прошлом году было около 500 тысяч тонн, в этом году полтора миллиона тонн, то есть в три раза больше. При этом площади примерно те же, около 340 тысяч гектар пшеницы и зимых, и весенние мы каждый год сеем. Почему все-таки это происходит? Потому что зерна больше, а цена на хлеб повышается. Я думаю, что здесь опять недоработка правительства Республики Молдова. Нужно разбираться, нужно вникать в детали, и нужно регулировать цены на хлеб. У нас много зерна, нужно посмотреть, кстати, что с госрезервом, если нужно его дополнить, чтобы у нас проблем не было на будущее. Потому что такие годы, повторюсь, никогда за последние 20 лет такой урожай мы не собирали. Нужно пополнить госрезерв, чтобы было на следующий год. Мы же не знаем, что будет на следующий год. И нужно разбираться, почему все-таки повышает цены. Потому что предпосылок экономических для этих, этого нет. И я тоже разбирался, слушайте, а почему у нас получилось в этом году полтора миллиона тонн. И знаете, кто-то скажет, что Додон тянет одеяло на его правительство. Но если бы мы в прошлом году, год серьезной засухи, вы знаете, что за последние 50-60 лет такой засухи в Молдове не было, как в прошлом 2020 году. Так вот, если бы мы в прошлом году не приняли бы решение, чтобы помочь сельхозпроизводителям, мы дали 300 с чем-то миллионов из госбюджета, плюс дополнительно около 60 миллионов, это помощь, которой Россия, Путин, по моему, по моей просьбе, передал Молдове гуманитарную помощь, суммарно около 400 миллионов лей. Если бы мы эти деньги не раздали в качестве госпомощи сельхозпроизводителям, это было как раз для того, чтобы подготовить землю и посеять пшеницу осенью. Если бы мы эти 400 миллионов лей не дали, то у нас такого урожая не было. Поэтому это заслуга и прошлого правительства, нашего правительства прошлого года, что мы дали эту помощь сельхозпроизводителям, они могли засеяться, и мы получили этот урожай. Но с этим нужно разбираться, потому что, повторюсь, экономических предпосылок для роста цен нет. Но у всех волнуют еще и цены на газ. Тоже очень часто люди говорят и выступают в том числе и представители власти. И смотрите, как предпочитают решать. Устами президента была сказана фраза о том, что заниматься этим должны в Молдову газ. Вы, когда были президентом, предпочитали вопрос решать лично. Вы как-то лично вели эти переговоры. Чем обусловлена такая разница? Почему Вы считаете, что этот подход личного участия более результативен? Я думаю, что это вопрос национальной важности и интереса каждого гражданин Республики Молдова. И сваливать с одной головы на другой – это неправильно. Президент Республики Молдова сказал вот так сейчас, да? А в 2019 году, в августе 2019 года, когда нынешний президент был премьер-министр, тогда она меня попросила, чтобы я в кости президента поговорил с Путиным и с Россией для того, чтобы договориться по газу. И я тогда в начале сентября, если не ошибаюсь, у меня была встреча в 2019 году с Путиным. И мы тогда договорились по цене на газ в 2019 году. И нам удалось в 2020 году снизить тариф на газ, он сейчас 4 с чем-то ле за кубометр для конечного потребителя. И мы все эти годы, 19-е, 2-е половины, 20-е, и вот 21-е до сегодняшнего дня цены для Молдовы были приемлемыми. Почему? Потому что, конечно, важно, чтобы и правительство занималось, но важно и политический уровень, чтобы была договоренность. Поэтому должно или нет заниматься высшие руководства страны, должно заниматься. И мы нашим примером показали, что можно добиться результата. Теперь что будет с ценами? Здесь есть два момента. Первый. Цена растет. И цена растет везде. Вот вчера я читал, что в Европе фьючерский контракт, это поставка через определенный период времени, уже 650 евро за 1000 кубометр. Чтобы вы понимали, что это означает, мы получали газ в первом квартале этого года по 120-130. В Европе уже 600 евро. 650. Аналитики говорят, что может дойти до 1000 евро. То есть цена растет везде. И она вырастет и для Республики Молдова. Вопрос, насколько. И здесь уже второй момент, о котором я говорил. Зависит от того, как будет вести переговоры новая власть. Вот я приведу несколько примеров актуальных. Недавно министр иностранных дел Венгрии заявил, после встречи с Алексеем Миллером, Алексеем Борисовичем, что они договорились на 10 или на 15 лет вперед по цене на газ. И подписали договор. Это член Европейского союза, Венгрия. Которые руководство Венгрии настроено на стратегическое партнерство, на дружбу с Россией. То же самое сербы недавно сделали. Но про Белоруссию я даже не говорю. Белоруссия получает в годной цене, потому что они члены Еврозеса. И мы могли бы получить то же самое. Вот мы являемся наблюдателями Еврозеса Молдова. Мы получили статус в 2018 году в мае по моему запросу в качестве президента. Вот почему бы не использовать этот статус, пойти и договариваться. А что мы видим? Мы видим, что новый премьер-министр Молдова говорит, что повестка дня, у нее такая адженда, что не позволяет ей поехать на встречу премьер-министра в страны Еврозеса. Это было несколько недель назад. То есть, заниматься другими вопросами, парадами и так далее, время есть. А почему не поехать? Надо было бы поехать на заседание Еврозеса. Там наверняка участвует Мишустин, премьер-министр Российской Федерации. Ну, садись и договаривайся. И если бы был такой подход, то я уверен, что для Молдовы можно было получить хорошую цену, которая бы позволила, чтобы мы не слишком увеличили цены, тарифы для конечного потребителя. Так, к сожалению, у нас полное непонимание. Сегодня у нас 7 сентября. До конца месяца осталось 3 недели. Меньше 3 недель. Ну, чуть больше 3 недель. И истекается договор по ГАЗу. С 1 октября непонятно, по какой цене мы получим. Ну, чтобы вам ответила в ответ, я так предполагаю себе, новая власть, она бы сказала так, но зато мы выполняем свои обещания по пенсиям. Вот в последние дни, очень в бравурных, я бы сказала, тонах, они об этом говорят. Ну, вот повышаем пенсии, вот даже фраза, это самое крупное повышение пенсии в истории страны. Это заявила на брифинге премьер-министр Гаврилица. Вы разделяете такое видение? Ну, давайте здесь тоже так, по полочкам. По полочкам, да. Да, я считаю, что это хороший шаг. И это правильный шаг. Пенсии нужно увеличивать. И мы на разных этапах, исходя из тех возможностей, мы помогали. И вот в этом году тысячи пенсионеров получили на Пасху, и в прошлом году на 1 октября получили, и в январе, и так далее. Поэтому это хорошая инициатива. Но есть несколько нюансов. Первый нюанс. Я считаю, что нужно увеличивать пенсию всем пенсионерам, которые имеют маленькую пенсию. Не надо их разделять. И там есть и инвалиды, которые получают намного меньше тысячи рублей. Вот наше дополнение к этому законопроекту, который мы уже зарегистрировали. Это вот первый момент, чтобы мы увеличили всем. Потому что они и обещали в своей избирательной платформе, что они увеличат всем. Они сейчас говорят, что нет, мы такого не говорим. Ну, вы знаете, они даже со своего сайта сняли декларацию, сайта ПАС, который был во время избирательной кампании, что увеличат всем. Поэтому нужно держать слово, им будем наставить. Нужно увеличивать всем. Это первый момент, очень важный. Второе. Что мы делаем с пенсионерами, у которых больше двух тысяч лей? Вот пенсионер, который получает две тысячи и один лей. Он не получает какую-то помощь дополнительную от государства. И получается, что мы ущемляем этого пенсионера. Поэтому мы предложили, чтобы этим же законом с первого октября всем минимум две тысячи лей, а у того, который больше двух тысяч лей, дополнительно добавить пятьсот лей на пенсию. Что это будет означать? Тот, который получает две тысячи лей сейчас, получит плюс пятьсот лей, это увеличение на двадцать пять процентов. Тот, который получает десять тысяч лей или пять тысяч лей, плюс пятьсот лей, это десять процентов, либо пять процентов. Это будет правильно. Это будет с точки зрения справедливости, социальной справедливости. Это будет правильно. И люди поймут. А так, тому, который получает две тысячи и один лей, не увеличивает. Тот, который получает тысячу лей, увеличит два раза. И это правильно. Давайте и об этом тоже подумаем. Поэтому вот этот второй момент принципиально, который мы настаиваем. Кроме того, я очень рад, что они сохранили то, что мы приняли. Речь идет о индексации пенсии два раза в год. Хочу напомнить, что по нашей инициативе в конце декабря 2019 года мы приняли закон, что индексация пенсии будет проходить два раза в год. 1 апреля и 1 октября. Это наша инициатива. Также хочу напомнить, что в марте этого года президент Майя Санду вышла с предложением аннулировать индексацию пенсии на 1 октября. И сказала, что это плохой закон, который принят до дона. Так вот, я рад, что они сохраняют этот закон. Забыли уже по проекту Майя Санду Марта. И будет индексация пенсии 1 октября, дополнительно ко всему этому, то, что мы говорили, на 3,9%. Это правильно. Поэтому нужно увеличить до 2 тысяч лей тем, которые имеют маленькую пенсию. Второе, тем, которые больше, сделать плюс 500 лей, для того, чтобы было справедливо. И уже индексация, которая положена, согласно закону, который социалисты приняли, на 3,9% на 1 октября. И сохранить этот механизм на будущее. Закономерный тогда вопрос по бюджету. Вот как сегодня обстоит дело у нас с доходной частью, расходной частью? Потому что было много по этому поводу сказано. И вот дефицит, все же переживают по этому поводу. И вдогонку же вопрос. Смотрите, власть гордится тем, что получили 286 миллионов долларов. 46. У меня 36. Ну пусть будет 46. Надо перепровериться. От МВФ. И говорят, что это благодаря тому, что МВФ признал эффективное управление страной. Вы как к этому относитесь? Давайте начнем со второй части, потом я перейду к внутреннему источнику. Что с этими 200 с чем-то миллионов долларов? Помощи МВФ. Во-первых, я считаю, что надеяться только на дядю, на внешнюю помощь. И ждать всегда с протянутой рукой, это неправильно. Нужно работать внутри страны и самим зарабатывать для того, чтобы двигаться вперед. И неправильно брать кредиты для того, чтобы направлять их на потребление. Потому что потом эти деньги нужно возвращать. И должно возвращать следующее поколение. Мы им оставили небольшой госдолг. И, конечно, они сейчас могут себе позволить этого долго увеличивать. Что с этими 200 с чем-то миллионов? И в чем заслуга? Есть или нет? Никакой заслуги нынешнего правительства в этом нет. Потому что это помощь, которую МВФ принял решение распределить всем странам, которые являются акционерами, участниками МВФ. Вот, к примеру, Белоруссия получила 1 миллиард долларов. То есть, если судить, так же, как некоторые правые аналитики говорят, что это заслуга Майя Сандо и Гаврилица, значит, Лукашенко, это заслуга Лукашенко, перед которым Запад внес санкции, что он получил 1 миллиард долларов. Поэтому здесь никакой заслуги правительства нет. Это помощь, которую МВФ дала всем странам, на всем земном шаре, которые являются участниками, членами МВФ. То, что касается бюджета этого года, доходов и расходов. Начну с того, что я хочу напомнить, как нынешняя власть, которая тогда была оппозицией в декабре прошлого года, кричала, что бюджет неправильный, невозможно будет его исполнить, что цифры повышенные, что будет неэффективный бюджет и налоговая политика. Так вот, цифры, которые мы имеем по состоянию на 1 сентября, я хочу сказать телезрителям, что на 1 сентября мы собрали в государственный бюджет, и это не заслуга нынешней власти. На 5,3 или 60, около 6 миллиардов лей больше, чем в прошлом году. Почему это получилось? Потому что на 6 миллиардов, почти 5 с чем-то миллиардов лей больше, это означает, что мы смогли работать лучше в этом году, намного, чем планировали в конце прошлого года. Почему это произошло? Это показывает, что мы приняли правильные экономические решения, и правильную налогово-бюджетную политику в прошлом году. Потому что бюджет этого года и доходы, которые мы собираем, это свидетельство о том, что в прошлом году мы правильно все сделали. Вот какой будет результат конца прошлого, следующего года, вот на это будет влиять решение нынешнего правительства. Поэтому по бюджету этого года у нас все в порядке, и это благодаря правительству прошлого года и правительству временно исполняющей обязанности, которые были до 6 августа, которые вступило в должности новое правительство. И я думаю, что этот год, если они сейчас не натворят глупости по локдауну и так далее, то, что они хотят, я думаю, что этот год можно закончить неплохо, благодаря, еще раз говорю, тем, которые были во власти до них. Мы заговорили о локдауне, и я должна сказать, что это второй по популярности после социалки вопрос людей по поводу того пандемия. Во-первых, я помню, сколько критиковали вас и социалистов, и правительство, когда этим занимались вы. Вот мне сейчас интересно, как вы оцените действия власти по борьбе с пандемией. И второй вопрос, как вы думаете, решится ли власть на локдаун? Потому что у нас какие-то разные заявления в последнее время, да, вот там именно экономики делают жесткие какие-то, потом говорят, нет, вот нас не так поняли, премьер-министры вроде говорят, что можно ужесточать, что будет? Ну, во-первых, они себя ведут пока что как слепые котята. Вот когда котята приходят на свет, первые несколько недель они слепые. Они там тычут, ищут, где молока попить. Вот пока что нету системности в их действиях. Мы видим сегодня заявлять одно, завтра другое. Ну, я это списываю на то, что пока что они не знают, куда попали. Я очень надеюсь и желаю, чтобы они все-таки открыли глаза и понимали. И должна быть какая-то системная работа, системный подход. Это можно объяснить и тем, что, ну, во-первых, они все новички и не знают, о чем идет речь. И можно объяснить и тем, что они уволили всех кадров. И это плохо. Я помню, вот я общался с Владимиром Николаевичем Ворольным сегодня, он рассказывал в 2001 год, как он запретил там трогать по вертикали кадры, потому что кадры это очень важно. Это профессионалы, люди, которые работали там десятилетиями, знают, как работают. Ну, не зря же этот лозунг «кадры решают все». Кадры решают все. Поэтому пока что давать какие-то оценки их действий, ну, пока что мы не видим системной работы. Но, конечно, они сейчас понимают, наверное, вот нынешний министр здравоохранения, который был очень активный в Фейсбуке до назначения министров, и в прошлом году, и в этом году, и давал разные оценки нашему министру, там, Думбровиану и другим, ну, пожаловалась на днях, что она сменила номер и наконец-то смогла отдохнуть. Слушайте, что за министр, который хочет отдохнуть там и так далее? Ну, что, стал министр, чтобы отдыхать? Или либо отключил там комментарии в соцсетях и так далее? Вот они сейчас видят, что реальность немножко другая, и нужно находить решение. И пока что они не столкнулись с теми трудностями, с которыми мы столкнулись. Потому что 700-800 случаев в день – это не полторы тысячи. И это не ситуация, когда были заполнены все больницы, и не было мест в реанимации в Кишиневе, нужно было задействовать районные больницы вокруг Кишинева и так далее, чем мы занимались в режиме онлайн. Так вот, я им хочу пожелать, чтобы они с этой ситуацией справились. Потому что можно подумать, что пусть не справляется, и политически нам это выгодно. Нет, это здоровье людей. И нужно привлекать всех, всех, если нужно будет, тех, которые были до них, для того, чтобы с этой ситуацией справиться. Мы готовы помочь, если они захотят. Не надо на этом делать политику. Вот они в прошлом году делали на этом политику. Мы не будем делать. Это здоровье людей. Нужно помогать. Ну вот вы и хорошо. Вы не будете делать политику. Меня интересует у нас, по-моему, 3 минуты до выхода на рекламу. Нужно успеть, чтобы вы прокомментировали, как власть справляется с вакцинацией. Дети после 12 лет. Вот эта новая инициатива, которая я без преувеличения могу сказать, что очень многих напрягла. Особенно после того, как все помнят, что обязали практически вакцинироваться педагогов. Потому что если не вакцинирован, то сдаешь тесты и далее, далее по схеме. Вот что совсем о тем, что вы поддерживаете, что нет? Я остаюсь на той же позиции. Нельзя массово обязывать вакцинироваться. Вакцинация должна быть добровольной. Потому что есть люди, у которых есть противопоказания. Они не могут из-за состояния здоровья делать вакцину. Вот мне на днях писали в фейсбуке учитель из Дундушеных, если они северного района, если не ошибаюсь, сказали, Игорь Николаевич, вот мне сделали операцию полгода назад, сказали, никаких вакцин и так далее. Меня сейчас обязывают. У меня зарплата вот такая-то. Если я буду делать эти тесты, то я не справлюсь. У меня там трое детей и так далее. Поэтому нельзя, первое, делать обязательную вакцинацию, пусть будет добровольная. Второе, если есть такие специальности, где есть контакт с детьми, социальный контакт, государственных служащих, там нужно обеспечить тесты за счет государства. Вообще стоимости тестов нужно разобраться. Почему они такие стоимости большие, у всех одинаковые. Нужно разбираться, пусть разбираться. Я знаю, что парламент наш тоже обсуждает этот вопрос. Но тесты должны быть за счет государства, так как делают на многих странах. Либо повышайте зарплату тем учителям на 1500-1600 лей в месяц, для того, чтобы они могли тестироваться. Очень коротко, еще буквально 30 секунд. При этом власть не идет на обязательную вакцинацию, не прописывает вот это как обязанность граждан. Как вы думаете, почему? Они понимают, что это будет очень непопулярная мера. И с учетом всех опросов, около половины граждан Республики Молдова не хотят вакцинироваться. Если хотите узнать мое мнение, я считаю, что нужно вакцинироваться. Не обязательно каждый для себя принимает решение, но я призываю, что нужно вакцинироваться. И наши молдавские власти нужно побыстрее принять решение, для того, чтобы было взаимное признание вакцины и так далее. И спутника, и всех-всех-всех. И обеспечить все возможные вакцины. А насчет локдауна, я считаю, что это было бы ошибкой. Экономика только-только начала возрождаться, мы видим поступление в госбюджет, поэтому если сейчас будет локдаун, это полностью уничтожит вот этот трос. Поэтому нельзя ни в коем случае вводить локдаун. На этой ноте мы с вами уходим на рекламу, потом вернемся и продолжим наш разговор. Реклама на Первом Молдове. 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 Мы продолжаем программу интервью недели. У меня в гостях лидер партии социалистов Игорь Дадон. Игорь Николаевич, ну вот власть заявила, что реформы нас ожидают практически везде. Но я хочу спросить об одной очень важной, к которой они пытаются подступаться. Это реформы местной власти. Много было сказано. Скажите, чему нам верить и чего ожидать? Все зависит от того, чего они хотят, понимают под реформу местной власти. Реформу нужно проводить, но не закрывать села и районы, но нужно увеличить финансирование и самофинансирование местных органов власти. И ПАС, партия власти, и мы как оппозиция перед выборами в течение избирательной кампании взяли на себя письменные обязательства, что мы примем этот закон. Поэтому нужно садиться, смотреть детали. Вот, к примеру, в Кишневе собирают очень много налогов, а денег в Кишневе не остается. И примар города Иван Васильевич Чубан не раз поднимал этот вопрос. Вот такие шаги нужно принимать. Но мы категорически против закрытия сел и районов. Вы накануне затронули тему отказа руководства парламента отправлять нашу делегацию в качестве наблюдателей на выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Если откровенно, вы видите умысел в такой позиции парламента? Дело в том, что это Россия? Вот очень прямо вас спрашиваю. Конечно, что здесь замешана геополитика. Я думаю, что они получили указания от западных кураторов не проводить никаких конкретных контактов с Россией. А как по-другому объяснить? Вот я не помню, как минимум последние 20 лет, чтобы молдавские власти, молдавские депутаты не участвовали в качестве наблюдателей на выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Не было таких случаев. Тем более, что никаких затрат на Молдову, все за их счет и билеты тоже. И, конечно, это не дружеская акция по отношению к нашему стратегическому партнеру. Я в качестве руководителя группы дружбы между парламентом Молдовы и Государственной Думы, конечно, очень возмущен этим. Я официально обратился к руководству парламента с объяснением, почему. А я объясню, почему. Многие западные страны, которые проводят антироссийскую политику, приняли решение не направлять наблюдателей. И практически этот шаг, Молдова присоединяется к антироссийским санкциям. Так, осторожненько, первый пробный шар. Потому что, если западные страны не направляют, наши решили тоже не направлять, потому что там демократии нет и так далее. Это ошибка. И это неправильно. Поэтому мы должны обязательно скорректировать свою позицию. И стратегическое партнерство с Россией нужно защищать. И нужно развивать дальше. Каковы они сегодня, молодороссийские отношения? Потому что мы перестали слышать от представителей власти такие аббревиатуры, как СНГ, Евразес. Вы сами сейчас об этом говорили. По Евразесу уже, понятно, они не приняли участие. Ну и СНГ тоже. Вот сейчас посмотрим на СНГ. Через несколько недель должно быть заседание сначала глав МИДа, министром страны. Да, потом глав правительства. Потом премьера и потом президент. Посмотрим. Но президент вот уже заранее сказал. Она что сказала? Она сказала, вы знаете, я в Москву пока не поеду, потому что визит надо готовить. Говорит она. Вот у меня сейчас к вам вопрос, как к человеку, который занимал президентский пост. Вот что это означает? Нужно визит готовить. И могла ли наша глава государства с 15 ноября успеть подготовить свой визит в Российскую Федерацию? Ну, для того, чтобы поехать, сначала тебя должны принять. Пригласить, вы хотите сказать. И пригласить. Потому что просто поехать, я думаю, что Майя Григорьевна может в любой момент поехать, прогуляться по Красной площади. Никто это не запретит. Но нужно ехать с конкретной повесткой дня. Я уже говорил, у нас довольно серьезный вопрос, который нужно обсуждать. И энергетика, и торговля, и мигранты, и так далее, и так далее. Беспошлая торговля, кстати, вот этот вопрос. Да, и торговля это поставки наших товаров на российский рынок. Этим нужно заниматься. И должны быть какие-то решения. Поэтому я бы посоветовал, чтобы двигались побыстрее. Но для этого должна быть какая-то позиция по отношению к нашему стратегическому партнеру. А не то, что сегодня встречаешься с Дмитрием Николаевичем в Кишиневе, заявляешь о дружбе и о том, что мы стратегическое партнерство, что через неделю едешь в Киев и говоришь, что Россия захватила незаконно что-то, я не агрессор. Это неправильно. Я понимаю государственную позицию, я не понимаю и так далее. Но здесь нужно быть более аккуратным и внимательным. Потому что нужно защищать интересы наших граждан, наших производителей, наших экспортеров. А не идти по повестке, которая тебе диктует из Вашингтона или Брюсселя. Вот из этого нужно исходить. Всю неделю обсуждали ситуацию с приднестровскими номерами. Какая-то странная ситуация. Мы уже устали считать, сколько раз говорили одно, а потом другое. И мало кто заметил на этом фоне заявление господина Красносельского. Вы знаете, он сказал буквально так, я позволю себе. Он не исключил силового варианта решения приднестровского вопроса. Вот как заговорили. Потому что он сказал, что никто от таких вариантов на сегодняшний день в Молдове не отказался. Во-первых, никто не отказался. Это неправильно. Я всегда говорил и придерживался позиции только мирного решения приднестровской проблемы. Я всегда говорил, что нету решения в конфликте военным. Поэтому я всегда это отрицал. Это моя позиция не изменилась. На левом берегу это граждане Республики Молдова. И нужно побыстрее принимать решения в объединении страны. Только диалогом. Других вариантов нет. Насчет приднестровских номеров. И вся эта игра, что туда-сюда написали письма. Я думаю, что это игра в молдавской власти. Я думаю, что они изначально договорились с украинцами, что давайте мы вам напишем какие-то письма, вы нам откажетесь и так далее. Для того, чтобы попытаться переиграть, сказать русский. Ну мы же попытались. Вот украинцы плохие. Мы хорошие. Мы написали письмо. Я не верю, что Зеленский, будучи здесь, в течение дня госпожа Санду там, они не обсуждали этот вопрос и не смогли договориться. Потому что Майя Санду отдал им Чаус, багажник отдал. Что она не могла договориться, чтобы не блокировать Приднестровье. Я уверен, что могла. Это игра на то, чтобы потихонечку создавать блокаду экономическую вокруг Приднестровья. И это неправильно. Сегодня украинцы сказали, что они таким образом уважают наш суверенитет. У Украины конфликт, они считают, с Россией. И они будут пытаться спровоцировать какую-то ситуацию неприятную здесь, в Приднестровье. Это повестка внешне. Это не молдавская повестка. Это я уже говорил сразу после президентских выборов и парламентских, что, к сожалению, я опасаюсь того, что кому-то захочется здесь опять поднять эту проблему, для того, чтобы затянуть Россию в какой-то конфликт. И я очень настороженно все эти вещи читаю, потому что я не верю, что молдавская власть захочет договариваться с Приднестровьем. Они их называют сепаратистами буквально год назад или меньше. Блокируют там другие вещи. Хотят лишить Молдавскую ГРЭС поставок электроэнергии на молдавский рынок, то есть заблокировать. Это российский инвестор, Молдавский ГРЭС, который поставляет сейчас электроэнергию в Молдове. И они уже, вы видели, это было публично. Готовы закупать украинскую электроэнергию, которая, кстати, намного дороже. И она будет дороже с учетом цен на газ. Поэтому я не верю, что они хотят договариваться. Они просто делают вот эту игру, но она слишком дешевая игра. И думаю, что все это видят и понимают. Знаете, не впервые есть подозрение, что молдавская власть договаривается с украинской. Знаете, если мы вернемся к теме Днестра, вот был тайный протокол секретный, который подписывал еще господин Филат, госпожа Олег Тимошенко. И сейчас представители партии социалистов бьют тревогу. Мы видели, что они говорят, чтобы привлечь внимание к ситуации на Днестре, что там экологическая катастрофа. Им вторят украинские коллеги. Украинские вообще говорят, 10 миллионов человек можем оставить без воды, если сейчас не начнем все это решать. Но вот у меня так. Могли ли Санду с Зеленским о чем-то договориться? Почему эта ситуация никак не решается? Наверняка о чем-то договорились, потому что тишина во всех кабинетах власти. Вот они создали отдельное мистерство экологии. Почему они не поднимают вопросы Днестра? Мы же получаем Кишинево оттуда, получаем мою воду. И мы видим ситуацию, которая происходит на Днестре, и мы понимаем, кто в этом виноват. Это виноваты эти электростанции, которые строятся и сдаются в эксплуатацию. Вот недавно сдали еще одну по Нестру там наверху, на севере. Поэтому, конечно, этот вопрос с проблемой есть. И молчание молдавских властей, вот когда было наше правительство в прошлом году, когда только они начали, украинцы, поднимать вопрос, что мы хотим там что-то, была же четкая позиция правительства. Нет, мы категорически против. Где категорическая позиция правительства говорится? Мы ее не видим. Мы этот вопрос будем поднимать и в парламенте тоже. Игорь Николаевич, я не знаю, я жду, например, от новой власти их плана урегулирования Приднестровского конфликта. Многих еще и, конечно, ожидаю. Но есть еще такая вещь, у нас она модная, знаете, говорят, футбольная дипломатия. Вы единственный, по-моему, кто поздравил команду «Шериф», когда они выиграли матч с победой, когда вы их поздравляли. Вот скажите, не собираетесь ли вы, может, с сыновьями на матч в Тирасполь, который состоится буквально через неделю? Это Лига чемпионов, там, по-моему, с «Шахтером» играют, если я не ошибаюсь. Я, конечно, хочу поехать на матч, на этот, либо на какой-то другой, не знаю, если успею на этот. Реал и Интер еще. Ну, обязательно я сыновьям обещал, что я поеду с сыновьями. Я надеюсь, что меня пропустят в Приднестровье. Вадим Николаевич, если что, мы созвонимся, чтобы пропустил. Я обязательно поеду на один из матчей, потому что я считаю, что это историческое событие. Я видел, что кто-то там пытался поразмышлять насчет моего поздравления, что я сказал молдавский клуб и так далее, Тираспольский клуб, клуб Приднестровского региона, но это клуб Молдавской Федерации Футбола. Если бы не был клуб «Шериф», членом Молдавской Федерации Футбола, он бы не попал на эти игры. И он там представляет Молдову, республику Молдову, независимую страну. И я считаю, что это правильное. Да, конечно, заслуги, что мы добились таких результатов в Молдовах, это заслуга «Шерифа» и Тирасполь, потому что они инвестировали в этот клуб. И они молодцы, что инвестировали. Никто на правом берегу это не смог сделать. Они сделали, построили красивый стадион, которого нет в Молдове. Есть только в Тирасполь. Это нужно признать, сказать, что они молодцы. Но это Молдавский клуб. И у нас единая федерация футбола. Как, кстати, федерация шахмат. Я являюсь председателем шахматной федерации и на правом берегу Днестрова, и на левом берегу Днестрова. У меня в президиуме шахматной федерации, который мы собираем раз в месяц, полтора, у нас некоторые члены президиума, это руководители региональных шахматных федераций, и из Приднестровья тоже. Поэтому спорт нас объединяет. Это не только спорт, и многое другое. Это точно. Теперь о дипломатии не футбольной, а молдавской, вот так скажу. Тема афганских беженцев. Вот я сама заходила на сайт Госдепа и видела вот эту декларацию, которую поддержала и Республика Молдова. Проблема в чем? Что никто ничего не знает, Игорь Николаевич, что будет Молдова принимать эти беженцы. Взамен чего? Были ли какие-то условия? Кто их будет содержать? В каком количестве? То есть масса вопросов. У вас есть какая-то дополнительная информация? Это очень странная ситуация. Для нас очень опасная. Очень-очень опасная. Потому что мы увидели, что Молдова присоединилась, подписала. Нигде этот вопрос не обсуждался. Публично мы его не видели. Нам интересно, кто подписал от имени целой Молдовы. У всей страны, от всех граждан. Эти обязательства принять беженцев. Потому что говорят, что есть и секретный протокол, где четко прописано, какое количество беженцев мы должны принять. Я категорически против. Я думаю, что большинство граждан категорически против того, чтобы мы принимали беженцев. Это касается вопросов национальной безопасности. Я уверен, что это не в интересах Республики Молдова, а в интересах западных кураторов нынешней партии власти и нынешнего президента. Это еще одно доказательство, что нынешняя власть подконтрольно и играет под дудку геополитических игроков с Запада. Нам это неинтересно. И мы должны с этим разбираться. И мы этот вопрос тоже поднимем в ближайшее будущее. Вы знаете, что было заявление руководства Европарламента или Европейского Союза, что ни одна страна Европейского Союза не изъявила желание принять беженцев афганцев. Что это означает? Что они хотят их разместить вокруг Европейского Союза, чтобы у них проблем не было. А нам это для чего? Поэтому это очень актуальный вопрос и очень-очень опасный для Республики Молдова. Потому что здесь и угроза безопасности тоже. Мы видели террористические акты. Слава Богу, нас это не затронул последние десятилетия. Но мы видели, что происходит в разных странах Европейского Союза, а не только. Вопрос с генпрокурором. Вы видите, очень этот вопрос активно обсуждается. И, честно говоря, события все время, как мы видим, развиваются вокруг господина Стоинога. Что у нас есть? Значит, у нас есть решение Конституционного суда? Не решение. Пока что. Ну, Любашова там высказалась под... Ну, давайте я перебил. Да, вот вы скажете. И есть заявление госпожи, значит, Олеси... Стоимати. Стоимати, да. Значит, в отношении того, что если все пойдет по тому плану, то Стоинога уже может буквально и к зиме лишиться своей должности. После зимы. Зимой даже. Вот где-то так. Это первая часть вопроса. И второе, конечно, меня интересует названная в том числе и ваша фамилия генеральным прокурором. Да, в отношении того, что именно и в вашем отношении была просьба президента открыть уголовное дело. Отвечайте по порядку. Ну, давайте опять по порядку. Да. Вопрос сейчас не в фамилии генерального прокурора. Вопрос в том, что нынешний президент и партия власти хочет получить рычаг давления на своих политических оппонентов и на бизнес. И здесь проблема не с Таиногой или кто-то. Раз генеральный прокурор не лег политически под нынешнюю власть и не исполняет поручения президента, его нужно смести. Потому что если бы слушал президента, то его бы не трогали. Вот в этом логика. А почему это им нужно? Я объясню. Понимаете, они понимают, что нынешняя власть, что добиться серьезных результатов в экономике, в социалке они не смогут. Ситуация тяжелая и им не справиться. Мы говорили о пенсиях, мы говорили сегодня о ценах и так далее. Поэтому единственное, что они надеются показать публике, это разные вот эти шоу зрелища. Если нет хлеба, нужно дать народу зрелище. Им нужен генеральный прокурор для того, чтобы делать подставные уголовные политические дела. Против кого? Первое, их будет интересовать, конечно, политические оппоненты. Это лидеры оппозиции. Это все мы, которые сейчас четко показываем гражданам, что они не делают и какой беспредел стране. Поэтому для них, поэтому и прозвучало генеральный прокурор, сказал, слушайте, мне сказали четко вот бить по Дадону, по Воронину, по Гречану. Понятно почему. Да не боимся мы, что они... Давайте сядем по фактуре, будем разбираться, что у вас есть, ничего нет. И мы проходили и Плохотнюка и так далее. Но это сигнал очень плохой для Молдов. Потому что дальше или параллельно они будут заниматься бизнесменами. Это было при Плохотнюке. Плохотнюк после того, как разобрался с большинством политическими оппонентами, он начал параллельно заниматься, закрывать бизнесы. И этот аппетит сразу придет. И мы видим уже, мы знаем, как некоторые министры уже запустили, просят проценты от госзакупки и так далее. Это же по прессе уже гуляет. Поэтому вопрос не в стояногло, как фамилия. Вопрос в том, что им нужен прокурор как инструмент политического давления и заработки какие-то деньги на бизнесмен. Это плохо закончится. Это уже конкретный шаг к захваченному государству. И об этом все говорят. И даже те, которые голосовали за нынешнюю власть, мы видим гражданское общество, которое все больше и больше поднимает этот вопрос. Конечно, у нас возникает другой вопрос. Почему Запад молчит? Ну где эти послы пресловутые, которые всегда говорили за верховенство закона, за правовые государства, все молчат? Вот это серьезный вопрос. И это аукнется тоже им. Потому что сначала они молчали, когда Плохотнюк взял и купил депутатов. Потом, когда тот начал отменять выборы, потому что выиграли не те, которые должны и так далее. Мы знаем, чем это закончилось. Это первый шаг к захваченному государству. Получится или нет у них, посмотрим. Сегодня они уволили или вчера члена высшего совета прокурора Пулбери. Порядочный человек. Да, я его назначал, но он не член партии, не член и так далее. Он порядочный человек, специалист. Почему? Потому что они понимают, что уволить генерального прокурора они не смогут, если не возьмут под контроль высший совет прокуратуры. А там люди, которые хотят... Ну, смотрят Конституцию. По Конституции этот закон антиконституционный. И они хотят сейчас полностью почистить высший совет прокуроров, чтобы были их люди для того, чтобы смогли добраться до прокурора. Ситуация в партии после выборов. Игорь Николаевич, какова она? Потому что многие правые аналитики вот начали, озаботились этим вопросом. И они начали говорить, что партия нуждается в реформе, в новых программах, в новых лидерах. И это говорят. И говорят, что партия отказалась от своей доктрины социалистической. Вот, я знаю, будет съезд. Вчера приняли решение. Что вы можете сказать в ответ этим аналитикам? Знаете, когда враги говорят, что мы должны что-то поменять, значит, мы идем правильной дороги. Когда враги, ну, враги политические, они сейчас скажут, оппоненты. Когда оппоненты хотели бы, чтобы у нас было хорошо. Это оппоненты, которые всегда нас критиковали и радовались, что Майя Сандуль-Бапас победила. И теперь они нам говорят, что вы должны там все поменять и так далее. Если мы пойдем по их повестке дня, то будет самая большая ошибка. Потому что враг никогда тебе ничего хорошего не посоветует. Да, они формируют эту повестку. Но я хочу им ответить. Не говорите нам, что делать, чтобы мы вам не сказали, куда пойти и куда вас послать. Это оппоненты. Поэтому мы четко знаем, чем мы должны заниматься. Партия социалистов, да, мы на этих выборах взяли второе место. Ну, в блоке вместе с коммунистами. Мы получили тот результат, который граждане нам доверили. Такова была ситуация. Мы были году власти год. Потом граждане Молдовы решили, что нужно поменять, дать шанс другим. Но это демократия. Посмотрим, что они сделают. Поэтому позиция партии понятна, консолидирована. Мы вот завтра, сегодня вторник, да, четверг проведем республиканский совет. Мы хотим провести до конца года съезд партии. Нам нужно провести отчетно-выборные в разных районах, выбрать новое руководство районных организаций и двигаться вперед. То, что касается лидера, то есть меня лично, потому что многие меня отправляют уже на пенсию и так далее. Мне 46 лет. Я партию социалистов поднимал лично последние 10 лет с нуля. И эта партия стала самой сильной партией в республике Молдова, которая побеждала на парламентских выборах, на президентских, на мэрских, на башканских и так далее. Конечно, нужно идти в ногу со временем, нужно кое-что поменять. Но должно стать промолдавской партией. Да, стратегическая партнер с Россией, с Китаем и другими, конечно, нужно. Но промолдавской партией. Конечно, изменения серьезные будут на съезде партии социалистов. Но в любом случае я буду делать все возможное для того, чтобы партия оппозиционная сейчас, это будущая партия власти, чтобы она шла вперед. Я буду рядом с нашими коллегами, буду идти вперед. А вы будете идти вперед вместе с коммунистами? Потому что сейчас тоже задают вопросы, возможно ли объединение. Потом задают вопросы, какие отношения с Владимиром Воронином. Потому что он иногда делает заявление, например, такого плана, что он поддержал, например, заявление Литвиненко. Он сказал, что вот, значит, я буду голосовать за эти инициативы, где он поддержит отставку представителей Нарея, Совета Батери. Ну, вы знаете, вот это вот. Давайте пока этот кусочек, и потом дальнейшее заявление самого Владимира Николаевича. Какое из них? О том, что осенью он намерен подумать о том, чтобы уйти с поста лидера партии. Он с вами говорил, кстати. Ну, давайте начнем с этого, потому что Литвиненко и так далее, слишком много чести ему обращают внимания. Воронин правильно сказал, если бы он работал больше в администрации президента, был бы лучше подготовленным. По поводу решений Воронина и партии коммунистов, это их решение. Владимир Николаевич, я остаюсь на своей позиции, которую я говорил даже, когда он меня критиковал часто. Я считаю, что он лучший президент за 30 лет независимости Республики Молдова. Он сделал очень много для Молдова. И партия коммунистов, которая ушла из парламента, ну, в результате выборов 2019 года, немногие партии на это способны. Партия коммунистов стала опять парламентской партией. Ну, кто-то говорит, что благодаря тому, что сделали блоки, неважно. Но хватило политической мудрости Воронину с нами идти вместе, рядом. Как он говорит, мы рядом, мы не вместе, мы рядом. И партия коммунистов стала снова парламентской партией. Ему принимать решение, и его товарищам по партии, нужно уходить или нет. Но он уже вошел в историю тем, что был лучшим президентом, и вернул партию, повторюсь, немногие способны. Был вне парламента, он ее вернул в парламент. И сейчас у коммунистов, ну, в составе единой фракции, 10 депутатов. Когда сгинули все, более сильные, и демократы, и все, нету никого. Коммунисты в парламенте. И это благодаря Воронину. Когда он примет решение, какое принято, это его дело. Мы будем уважать, во-первых, его члены партии, и так далее. Насчет объединения. Когда мы проводили избирательную кампанию на выборах парламентских, сейчас, я слышал Старыша, он у них секретарь по идеологии, если не ошибаюсь, он на многих встречах говорил, что он считает, что после выборов нужно объединяться. Я скажу свою позицию. Я считаю, что если они примут такое решение и готовы, мы готовы это обсуждать. Мы готовы это обсуждать и готовы создавать единую, сильную, если нужно, новую. И на основании там одной или другой. Новую, сильную политическую силу. Но если принимать такие решения, их нужно принимать в этом году, самое позднее, в начале следующего года. Объясни, почему. В 2023 году будут выборы местные. К этим выборам нужно готовиться. Если это новый политический проект, его нужно поднимать. У нас остается одна минута, но я хочу завершить на другой ноте. Игорь Николаевич, вы видели фотографии, где ваш сын. Вот вы щедро делитесь. Спасибо за это. Подробностями, значит, таких важных решений в вашей семье. Он стал студентом сразу двух вузов. В конце хотите пролечь? Да, я хочу вас спросить, как он будет это совмещать, потому что у многих появились вопросы. И мы увидели казанский вуз. Ведь что говорили-то? Ну да, Дон, там, МГИМО, МГУ. А потом мы видим, казанский вуз. А в чем вам казань не нравится? Мне нравится. Казань, брат. Я была там, вы знаете, потрясающе. Ну давайте быстренько отвечу. Во-первых, в этом году первый раз мой младший сын пошел в первый класс. У него каждое утро. Кстати, я каждое утро отвожу сына в школу. По-прежнему, да. Ну, супруга отвозит его в первый класс, а я среднего, там, в школу, он в восьмом классе. По старшему сыну. Он выбрал странную профессию. Я помню, как я 29 лет назад, в 92-м году, родители видели, что мне математика нравится, говорит, ты будешь экономист. И я пошел на экономистский флаг. Брату там биология нравится, говорит, ты будешь ветеринар. И он пошел на ветеринар. Я решил не вмешиваться. Я спросил, куда ты хочешь? Он говорит, астрономия, астрофизика. Говорю, где астрономия, где Молдова? Говорю, что с тобой? Говорю, куда ты хочешь? Он говорит, Китай. Мама начала там на него уговаривать. Какой Китай? Это далеко. Мы хотим тебя видеть и так далее. Он говорит, Китай. Говорю, мама, Галин, не надо. Принял решение, мы его поддерживаем. И он поступил в китайский университет еще в июне. Мы получили уведомление, что он... И мы готовились в августе его отправить в Китай. Но здесь появилась информация в июле, что Китай, не принимая студента в этом году, потому что пандемия, и год он должен быть на удаленке, учить китайский язык. И тогда я ему предложил, слушайте, давай, Влад, чтобы ты не потерялся. Давай поищем в России тот же университет, та же специальность. И мы спросили, и лучший университет с этой специальностью – это Казанский федеральный привожский университет. Ну, скажи, понятно. 70 тысяч студентов в университете, в Молдове 50 с чем-то тысяч, то есть больше, чем в Молдове. Студентов и аспирантов там 70 тысяч. Мы поехали в Казань, я рад, что он выбрал общежитие. Я 5 лет жил в общежитии, тоже решил в общежитии. Это правильно, это самый красивый период, поэтому я очень надеюсь, что я смогу, и уверен, что я смогу им гордиться так же, как мои родители гордились мной. Ну, специальность – астрофизика. Вот сейчас учит, сдал экзамены в этот российский университет на русском языке, хотя он русский не учил в школе, физику, математику, русский язык. Поэтому вот такая ситуация. Что ж, мне остается пожелать успехов не только вам, но и вашим сыновьям, и всей вашей семье. Ну и всем. И всем, да, тем, кто начал учиться 1 сентября. Большой им удачи, да. Спасибо большое, Игорь Николаевич. Не все вопросы, конечно, но тем будет повод поговорить, встретиться еще. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Удачи, здоровья всем. Спасибо. Вы смотрели программу «Интервью неделя». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok